Привет! Я Дарья Позняк. Сегодня мы будем рисовать женский торс сзади. Я уже сделала легкий наброс карандашом, смочила бумагу. Предлагаю начать заливать фон. Так как вот эта часть у нас будет освещена, предлагаю залить фон вот здесь, сбоку, за этим местом, чтобы проявить цветовую зону. Я смочу бумагу. У меня тут какие-то пузыри образовались. Бумага в рулоне оказалась не так уж и удобна. Она все время сворачивается, пока ее не намочишь. Так хорошо. И давайте мы зальем фон. Очень-очень много воды. Как бы эта вся вода не потекла мне на работу. Хорошо, что я смочила не прям, не до самого изображения, а оставив там по 5 мм примерно. Потому что когда такое болото, оно довольно быстро, интенсивно распределяется, затекает. Можно не уследить. А с хлопка тяжело смывать. Так, теперь я уже более сухенько подхожу. Поближе. Так. 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 Здесь мне нужно смягчать, потому что там идет рука, которую я не планирую изображать. Поэтому мне нужно здесь смягчить. Ну, тут в принципе нужно смягчить. Чтобы взгляд зрителя зря сюда не притягивался. Так, теперь. Теперь давайте где-то затянем тон внутрь. Сложим даже на самом деле придумать где. Так, ну, наверное, вот тут вот где-то, где лопатка. Немножечко вот здесь. Мягко-мягко захожу. Как бы не казалось, что все освещено, и что вроде бы как все нужно не трогать, но тем не менее, эти места лучше найти. Потому что, если мы не смягчим силуэт хотя бы в нескольких местах, будет вырезано, будет плоскостно и будет плохо. Не будет объема, не будет погружения объекта в среду. Поэтому лучше найти эти места и их проводить. Итак, мы сделали. Хорошо, давайте теперь. Давайте теперь зальем вот эту всю теневую часть модели. Я ее намочу. Смочу и теперь буду заливать. Вообще, я хотела сделать этот именно набросок быстрым. Не акцентируясь здесь особо на анатомии, как в прошлых. Вы видите, я линиями как бы разметила основные мышцы, которые вот в прошлом видео мы с вами проговаривали. Основные моменты. Ну, во-первых, это женское тело. Здесь не так сильно видна вся вот эта анатомия. Вот, а во-вторых, хочется сделать более мягко. Так, окей, теперь вот этот верх мне нужно смягчить. Что-то я тут очень загрубила. Буду разгонять на те места, где в референсе у меня тень. Усилить это всегда можно. Так, я просто внимательно смотрю в референс. Что-то сдаётся мне, что вот эта у меня восковата получилась. Так, посчитаем, значит. Сюда? Да. Восковата. Так, пониже надо. Вот, я что-то ошиблась. На самом деле, и вот этот объём, он не такой резкий, а не такой светлый. Попробуем выбрать его салфеткой. Может быть, будет помягче. По нужной нам форме. Так, теперь эту сторону давайте зальём. Нет, сначала смягчим вот эту лопаточку. Потому что очень-очень резко получилось. Так, а теперь давайте вот здесь зальём. Сначала я пройдусь водичкой подкрашенной. А теперь можно немножечко утемнеть. Так, и вот здесь, кстати, я забыла утемнить. Вот в этом месте как бы идёт как будто бы туда, внутрь. Утопает это всё, и велики перестают быть таким явными. И вот здесь, кстати, всё, в принципе, немножечко вот так в тени. Здесь проявляется позвоночник. А вот тут уже всё начинает уходить туда в тень. Значит, вот здесь у нас тёмные ягодицы. В нижней части я поставлю акценты сейчас. Вот здесь чуть-чуть я хочу, чтобы затекало внутрь этой формы. Тогда не будет вырезанности. Вот здесь где-то я делаю специально. Здесь тень разгоняю. Здесь могу немножечко вот смягчить. Так, и эту тень я должна вести выше. Нужно всё смягчить. Смягчить вот сюда. И вот этот вот рефлекс я специально сразу не стала его соединять, чтобы туда не потекало одно в другое, одно форму в другую форму. А теперь, когда они уже немножечко подсыхают, я могу это соединить. Вот, потому что здесь должен быть рефлекс. Может быть, не такой явный. Сейчас мы его пригасим. Но рефлекс должен быть. Отлично. Так, вот здесь, в принципе, не должно быть такой яркой формы, яркого блика. И также вот эту вторую ногу внизу я бы тоже немножечко здесь пригасила. И вот тут нужно начать ягодицу смягчать, чтобы тоже она не была такая вырезанная. Смягчать и заводить вот сюда этот тон. Хорошо. Нам нужно посадить вот здесь акцент. Он хорошо намекает на расположение таза внутри, потому что это как бы поверхность вертела. В данном случае она в тени. Кстати, тут тени можно еще добавить. Давайте добавим. Я немножко подмочила. Теперь можно и добавить. В принципе, я даже не буду им форму придавать. Они и так вроде бы неплохо потекли. Хорошо. Так. Здесь еще акцентик поярче. Намекнем, что там есть позвонки. Намекнем, что там есть позвонки. Так. Здесь вот это все немножечко уходит в тон. Всем хорошо. Надеюсь, что там есть позвонки. Так, нужно порисовать вот тут какие-то моменты, потому что непонятно, куда у нас там все растворяется. Изображение куда-то исчезает и теряется. Можно сделать здесь фон. У меня была некоторая перестановка дома и, не знаю, поэтому или по какой-то другой причине, все кисти в какой-то пыли. Или я давно ими не пользовалась. Но вот сейчас мне даже кажется, что я где-то мазнула бумагу, задела. Хотя это хлопок и он не может так себя вести. Хороший, качественный хлопок, трехсотграммовый. Нет, нет. Думаю, что просто какая-то пыльный кистях. Вот это немножко смягчу. Немножко еще вот здесь. Здесь как бы горизонтальная поверхность, а это уже вертикальная поверхность. Так вот я вот эту вертикальную поверхность, получается, могу пригасить. Вот здесь. Вот здесь. Продолжение следует... Все, друзья, на этом я закончу, а с вами была Дарья Позняк и до новых встреч!